Апрельские законы против вредных привычек. Во-первых, подражают сигареты. Вводится минимальная розничная цена на табачную продукцию. Пачка теперь будет стоить минимум 108 рублей. Еще через год 112. Возможно, вырастут цены и на пиво. В России начинается эксперимент по маркировке легкого алкоголя. Акцизная наклейка на одну бутылку, по данным экспертов, обойдется пивоваром в 50 копеек. Не исключено, что возвращать эти траты бизнесмены будут из нашего кармана. Автодрома не будет. Это главное изменение в правилах сдачи на водительское. Курсант сразу отправляется на экзамен в город. То есть вырисовывать змейку или лезть в горку его вряд ли попросят. Зато маршрут будущий обладатель прав знать не будет. Это также самое сделано для того, чтобы исключить так называемое натаскивание и заучивание курсанта на сдачу именно экзамена. То есть фактически будет район, на котором будут предусмотрены все испытательные упражнения. И экзаменатор будет определяться по командам, куда ехать. Это может быть одна улица, может быть две улицы, может быть сразу 3-4-5 улиц. И поэтому здесь мы говорим о том, что после сдачи экзаменов у нас будет выходить уже не кандидат, а полноценный водитель. Еще одна новинка ГИБДД рядом с курсантом. На экзамене будет сидеть не инструктор, а автополицейский. Эта мера якобы тоже должна избавить от поблажек. С апреля вырастают пенсии, но оговорка социальной. Ее получают люди, у которых нет достаточного стажа для начисления обычной страховой пенсии, а также инвалиды и те, кто потерял кормильца. Размер индексации 3,5%. Средняя выплата 10 843 рубля. Пересчитали и пособия для дошкольников по указу президента. Для некоторых семей, где есть дети от 3 до 7 лет, их повысят. Формула следующая. Если доход не дотягивает до прожиточного минимума, то полагается надбавка не в 50% от него, а в 75%. А если и после этого семья остается за чертой бедности, то прибавят еще 25%. То есть полный прожиточный минимум. Перерасчет будет производиться с 1 января. То есть он относится назад на 3 месяца, которые уже прошли в этом году. И срок, в течение которого заявитель должен обратиться к нам, это до конца года. Денежные средства в новом размере начнут направляться на счета граждан не ранее, чем середина мая текущего года. С апреля пожилых работников начальство может отправить на удаленку. Год назад с объявлением пандемии власти выпустили постановление, по которому сотрудники старше 65 уходили на больничный с листком нетрудоспособности. Но с сегодняшнего дня постановление теряет силу. Впрочем, переводить пенсионера на удаленку – это рекомендация решения за работодателем.